ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Компания Мазда сообщила о крупной отзывной компании в России К официальным дилерам необходимо явиться владельцам почти 20 тысяч Мазда 3, 6, CX-5, CX-9 и MX-5, выпущенных в 2018 и начале 2019 годов С мин-кодами можно ознакомиться на сайте Росстандарта Причина заключается в возможной неисправности топливного насоса низкого давления При определенных условиях он может выйти из строя, что сделает запуск двигателя невозможным ТРАССА 101 Запчасти для иномарок, поставляемые в Россию в рамках так называемого параллельного импорта Могут быть дешевле на 20-25% Однако, предупреждают специалисты, велика вероятность нарваться на довольно качественные подделки Особенно внимательными следует быть при покупке комплектующих от известных фирм Bosch, Gates и других Эксперты советуют приобретать запчасти в больших проверенных магазинах Они, как правило, заранее проверяют товар и дают на него гарантию ТРАССА 101 В мае этого года Лада Гранта сохранила звание самого популярного нового легкового автомобиля в России Правда, спрос на нее в сравнении с последним месяцем весны 2021-го упал в 5,5 раз Сейчас рекомендованные заводом цены на модель начинаются от 728 тысяч рублей На втором месте оказалась Лада Веста с начальным ценником 1 миллион 122 тысячи Спрос сократился в 6,5 раз Замкнул тройку лидеров Киа Рио минимум 1 миллион 435 тысяч рублей Спрос снизился также в 5,5 раз ТРАССА 101 Одна из российских общественных организаций, занимающаяся защитой прав потребителей, предъявила иски к зарубежным автопроизводителям Активисты потребовали от компаний General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen и Toyota возобновить поставки в нашу страну автомобилей и комплектующих Общественники считают, что иностранные бренды покинули наш рынок незаконно Тем самым они лишили российских граждан права на, цитирую, безвозмездное устранение производственных недостатков, техническое обслуживание и ремонт авто вплоть до его замены В Роспотребнадзоре заявили, что будут поддерживать данные начинания ТРАССА 101 В Ленинградской области безработный мужчина угнал автомобиль с пассажиркой Злоумышленник воспользовался моментом, когда водитель отлучится и оставит ключ в замке зажигания У гонщика не смутило то, что на заднем пассажирском сидении располагалась пожилая женщина, мать законного владельца машины Вскоре преступник не справился с управлением и врезался в припаркованные авто Полиция его задержала На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин